В эфире итоговый выпуск МассМедиа Ньюс. Смотрите сегодня. Устранить разлив сточных вод на улице Солнечная в Петропавловске обязали водоканал и Краевое министерство ЖКХ. Большой проект по борьбе с безнадзорностью животных стартует на полуострове. Владимир Солодов рассказал, каким видит будущее стадиона «Спартак» в Петропавловске. Об этих и других событиях узнаете далее. Страшная находка на несколько часов парализовала движение в одном из районов Петропавловска. В среду 10 августа при проведении земляных работ возле Краевой библиотеки была найдена боевая мина со следами коррозии. О находке сообщили в оперативные службы. Территорию оцепили, людей из рядом стоящих зданий эвакуировали. Сапёры инженерных подразделений войск и сил на северо-востоке России провели обследование и установили, что это фугасная мина со снаряжённым взрывателем. Учитывая состояние боеприпаса, было принято решение оцепить район и вывести на дежурном автомобиле взрывоопасный предмет к месту утилизации. Устранить разлив сточных вод на улице Солнечной в Петропавловске обязали Камчатский водоканал и Краевое министерство ЖКХ. К такому решению пришёл суд по иску природоохранной прокуратуры. Как сообщалось ранее, в ходе прокурорской проверки установлено, что в Краевом центре в районе улицы Солнечная на протяжении длительного времени из подземной трубы осуществляется излив сточных вод, стекающих в реку Кирпичное, а далее в озеро Халатырское. Необходимые и достаточные меры к организации водоотведения не приняты. В нарушении законодательства не обеспечена очистка сточных вод, транспортируемых по канализационным сетям от жилой застройки по улице Солнечная, Гастелло, Лизы Чайкиной, Олега Кашевого и Степная. В соответствии с законодательством, аварии на канализационной сети подлежат внеочередному устранению. В связи с ненадлежащим исполнением ответственными органами полномочий в сфере водоотведения и уклонением от устранения нарушений, природоохранный прокурор обратился в суд. Петропавловский городской суд удовлетворил заявление прокурора. Ответчик обжаловал решение. Краевой суд оставил судебный акт без изменения. Камчатскому водоканалу и Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края надлежит в течение 10 дней устранить нарушения и организовать отведение сточных вод, исключающие их разлив на рельеф местности в районе улицы Солнечная, а также до конца 2023 года организовать в соответствии с установленными требованиями очистку и обезвреживание хозяйственно-бытовых сточных вод, отводимых от жиловой застройки по улице Солнечная, Гастелло, Лизы Чайкиной, Олега Кашевого, Степная в городе Петропавловске-Камчатском. Камчатцам рекомендуют снова носить маски в общественных местах. Зампред правительства края Виктория Сивак считает, что это позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции. По-прежнему остается актуальным соблюдение мер безопасности. Самая простая, понятная мера, к которой мы уже привыкли за последние два года – это ношение масок. Конечно, сегодня ношение масок носит исключительно рекомендательный характер, но я хотела бы порекомендовать жителям Камчатского края воспользоваться этой возможностью защитить себя, защитить своих родных и близких, и окружающих, и в местах наибольшего скопления людей, в общественном транспорте, в торговых центрах, где действительно людей очень много, пользоваться масками. Помимо ношения масок, камчатцам рекомендовали пройти ревакцинацию против коронавирусной инфекции, если со времени последней прививки прошло полгода. В частности, речь идет о людях 65 лет и старше, для которых заболевание представляет значительную угрозу. Добавим, эксперты отмечают, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета на Камчатке необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Покупать местные овощи по доступной цене смогут жители региона с 2024 года. Строительство тепличного комплекса «Камчатский» начнется осенью. Он будет располагаться в районе туристко-рекреационного кластера «Зеленовские озерки». Там уже ведется работа по строительству дорожной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов. Тепличный комплекс находится в стадии сейчас подготовки. Мы осенью рассчитываем уже выйти на стройку. К сожалению, здесь как раз, возвращаясь к первому вопросу, санкции сыграли свою плохую роль, потому что, к сожалению, в России у нас нет компонентов производства, необходимых для закрытого грунта. Это гидропоника так называемая, которая позволяет в круглосуточном и круглогодичном цикле выращивать как раз вот эти овощи. Поэтому на несколько месяцев у нас была такая пауза. Сейчас принципиальные вопросы решены. Мы все видим, что строится уже дорога к «Зеленовским озеркам». Это будет не только обеспечение транспортной доступности туристического комплекса, но и как раз транспортной доступности тепличного. Тепличный комплекс позволит обеспечивать население региона томатами и огурцами по доступной цене в объеме не менее 3000 тонн в год. Срок завершения реализации проекта запланирован на 2024 год. В 2024 году мы уверенно смотрим, что уже он начнет полномасштабное функционирование. Не просто будет завершен, а уже все вопросы, связанные с урожаем, будут запущены. Потому что мы же с вами понимаем, что одно дело построить теплицу, а другое дело уже подойти к первому урожаю. Это несколько месяцев занимает, поскольку требуется адаптация грунтов и семян, и проращивание их, и подготовка к товарному производству. Отметим, что сейчас на территории Камчатского края овощи закрытого грунта выращиваются личными подсобными хозяйствами. Большой проект по борьбе с безнадзорностью животных стартует на Камчатке. Его цель – снизить количество собак и кошек без хозяев и обеспечить гуманное отношение к ним. Проект партии «Единая Россия. Защита животного мира» обсудили на заседании рабочей группы в Краевом Заксобрании. Там отметили, что новые региональные законы в сфере обращения с животными, которые вступили в силу 1 июля, уже дали определенные результаты. Сегодня увеличено количество отлова животных и количество стерилизованных животных практически в три раза в городе Петропавловске и Камчатском. Есть определенная небольшая отрицательная динамика, связанная с количеством укусов животными. И мы понимаем, что сегодня для нас есть определенные новые задачи, которые нам в ближайшее время предстоит решить. Именно для решения этих задач сегодня на федеральном уровне, на региональном уровне планируется реализация партийного проекта по защите в сфере обращения животных. Оксана Герасимова добавила, что рассматривается возможность введения новых региональных льгот частным приютам для животных. Возможно, это налоговое стимулирование, возможно, это стимулирование в сфере предоставления земельных участков без торгов, возможно, льготная арендная плата. Это сегодня мы обсуждали на рабочей группе. На совещании также уделили внимание и информационной поддержке. Сегодня необходимо для населения донести возможность и необходимость стерилизации животных, в том числе с целью сокращения количества популяции животных, не планируемых к разведению. Мы говорили сегодня о необходимости проведения разъяснительной работы, в том числе в школах, детских садах, по формам общения с животных, как правильно поступать в том или ином случае при общении с животным. Оксана Герасимова поддержала инициативу усовершенствовать процедуру освидетельствования животных на агрессию, озвученную представителями муниципалитетов. Действующий порядок по признанию животных агрессивными нуждается в доработке, в том числе связанной с тем, что на территории Камчатского края отсутствует необходимое количество кинологов. Необходимые изменения мы сегодня будем готовить и на следующее заседание рабочей группы обязательно рассмотрим. Совершенствуется и система отлова безнадзорных собак и кошек для последующей процедуры стерилизации, вакцинации и выпуска в прежнюю среду обитания. О животных теперь можно сообщать по единому номеру 112. Сегодня, если возникают трудности с отловом животного или непониманием, куда нужно звонить, или нет обратной связи, или непонятно, приняли звонок, что-то произошло, не произошло, сегодня функция службы 112 будет связана с ЕДДСами муниципальных районов. И задача такая, что пока это может быть в таком процессе становления, но итог должен быть таким, что каждому человеку, кто набрал 112, сообщил о животном, должны будут сообщить, какие меры приняты и кто этим занимается. Ещё одним новшеством станет подушевой подход к финансированию мероприятий по отлову бездомных животных. Каждый муниципалитет сегодня ставит свой план. У нас эти плановые цифры сегодня у нас есть, вы их поставили, каждый муниципалитет. Сегодня к этим цифрам будет привязана сумма, которую вы получите. Поймали животные – получат все. Не поймали животных – не получит никто. Фактически, дальше вы будете принимать решение, что делать и как с этим бороться. Также в крае началась информационная кампания по отчипированию животных. Эта процедура добровольная. На всех ветеринарных станциях все животные, которые обращаются за помощью, владельцам разъясняется положение новых нормативных документов. И, соответственно, животные становятся на учёт и проходят процедуру идентификации. Добавим новый партийный проект «Защита животного мира» инициирован «Единой России» в 2022 году. Цель проекта – сформировать в обществе ответственное отношение к животным. Должен стать центром для прогулок и проведения активного отдыха в столице Камчатки. Губернатор края Владимир Солодов рассказал, каким видит будущее стадиона «Спартак» в Петропавловске. Глава региона отметил, что в перспективе планируется создание единой зоны отдыха, соединяющей спортивный парк «Спартак» и пространство вокруг Култушного озера. Это действительно центр городской жизни, центр притяжения молодёжи, излюбленное место горожан. Хотя, конечно, пока сделано далеко не всё из того, что мы запланировали. «Спартак» должен стать настоящим спортивным парком, вместе с Култушным озером в единое целое быть объединённым и стать таким благоустроенным центром нашей столицы. Губернатор подчеркнул, что сегодня стадион «Спартак» представляет собой место для занятий практически всеми популярными видами спорта. Я честно скажу, что результат уже сейчас превзошёл мои ожидания. Когда мы только думали о том, как будет запускаться «Спартак», корректировали некоторые проектные решения. Ну, например, вот прямо слева от меня должна была проходить оживлённая трасса, которая отделяла Култушное озеро от «Спартака». Насколько правильное решение было её не делать, мы все это сейчас понимаем. Ещё раз скажу, уже сейчас тот эффект, который для города даёт «Спартак», превосходит ожидания. Уже сейчас достаточно широкий круг спортсменов, любителей, семей с детьми могут найти здесь занятия по душе, в свободное от работы время, просто с течения дня. Это и футбол, это и лёгкая атлетика, это баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис. Занятия просто оздоровительными видами активности, пробежки, например. Вечером, когда я сюда забегаю, он полон, он полон людьми. И это главное, это возможность у нас в центре столицы заниматься на свежем воздухе тем, что людям хочется, активными видами отдыха. Напомним, крупнейший спортивный парк «Спартак» после четырёхлетней реконструкции открылся в центре Петропавловска в 2021 году. Стадион включает в себя футбольное поле с трибунами, баскетбольную, волейбольную площадки и ещё три площадки для мини-футбола и выполнения нормативов ГТО, а также теннисный корт, секторы для прыжков в высоту и длину, скейт-дром, уличные тренажёры и беговые дорожки. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. Строители краевой больницы на Камчатке поздравили с профессиональным праздником. Квоту добычи медведей, лосей и снежных баранов утвердили в регионе. Мобильный офис расчётно-кассового центра открыли в микрорайоне Завойко в Петропавловске. Об этих и других событиях узнаете далее. Средняя школа в посёлке Термальный на Камчатке стала носить имя Героя Российской Федерации Александра Попова. Табличка с его именем появилась на фасаде учебного учреждения. В рамках подготовки школы к новому учебному году работники заменили вывеску. Решение о её переименовании в образовательное учреждение имени Героя Российской Федерации Александра Николаевича Попова приняли по инициативе Совета учащихся родителей и трудового коллектива школы. Для каждой школы смена наименования – это исторический момент. И теперь всем нам, коллективу и учащимся, необходимо соответствовать тому статусу, который приобрела школа. Это событие значимо не только для жителей паратунского поселения, но и для всего Камчатского края. Ведь впервые школа названа в честь человека, который получил звание Героя в ходе специальной военной операции. Имя Героя выбрано не случайно. Александр Попов учился в этой школе и стал её выпускником в 2014 году. Добавим указом главы государства, опубликованным 27 июня на сайте Кремля, старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Строителей краевой больницы на Камчатке поздравили с профессиональным праздником, который отметят 14 августа. Ради этого на объект приехал губернатор края Владимир Солодов, который лично вручил благодарственные письма строителям Камчатской краевой больницы за высокий профессионализм и большой личный вклад в строительство социально значимого объекта. В преддверии профессионального праздника благодарственными письмами отметили пять лучших строителей. Хочу поблагодарить за ваш труд здесь, на этом объекте. Объект, как я уже сказал, главный для Камчатки, самый знаковый, самый долгожданный. Ну и он еще раз подчеркивает, насколько важна для нас на Камчатке строительная отрасль, ваш профессиональный труд. Потому что, конечно, нам предстоит очень серьезно перестроить наш город, нашу социальную сферу, наши дороги, нашу инфраструктуру. А сделать это можно только с вашим профессионализмом, с сильным строительным сектором, с активной, качественной и правильно спланированной стройкой. Поэтому хочу сегодня вас с профессиональным праздником еще раз поздравить, пожелать вам успехов, ну и, конечно, того, что все объекты в срок и качественно достраивались у нас. Владимир Солодов также проверил ход работ на объекте. На сегодня выполняется монтаж вентиляции, водоснабжения и канализации первого корпуса. Кроме того, продолжаются работы по элементам внутренней отделки. Отметим, День строителя в России отмечается каждое второе воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 14 число. Охотникам на заметку. Квоты добычи медведей, лосей и снежных баранов утвердили на Камчатке. Лимиты установлены в отношении выдр, соболей и рысей. Согласно постановлению главы региона Владимира Солодова, с 1 августа этого до 1 августа следующего года разрешают добыть почти 12 тысяч соболей, более трех тысяч медведей, 603 лося, 406 снежных баранов, 102 выдры и 41 рысь. Квоты устанавливаются в отношении почти 270 охотничьих угодий, которые имеют статус как закрепленных охотничьих угодий, так и общедоступных. Всего охотпользования у нас осуществляет 129 охотпредприятий. Вот для этих всех предприятий, по всем этим видам лимитируемых зверей, у нас устанавливаются лимиты и квоты. Квоты для расчета квот – это всегда численность. Численность плюс заявка охотпользователя. Нет заявки, нет, естественно, квоты, а численность, чем выше численность, тем больше можно добывать. В отношении именно лосей квота немножко уменьшилась и в отношении соболей. Отметим, в прошлом году из лимитов 14 тысяч соболей добыли 6 тысяч особей. Из 670 лосей – 370, а из 375 снежных баранов – 146. Перенесли ближе к сопке Никольская. Ярмарочные домики на площади в центре Петропавловска больше не будут загораживать вид на Авачинскую бухту. Теперь горожане и гости столицы смогут любоваться красотами полуострова из любой точки центральной площади. Как сообщили в мэрии, в администрацию краевой столицы неоднократно поступали обращения от жителей с просьбой пересмотреть месторасположение ярмарки и сделать открытым вид на Авачинскую бухту со стороны стелы – город воинской славы. Для восстановления панорамного вида решили изменить схему размещения ярмарки. Теперь домики установлены вдоль подножия сопки. Такое расположение, по мнению властей, подчеркивает пластику рельефа и улучшает зрительное восприятие территории в целом. Отметим, что работы по переносу киосков проводятся 6 августа. Ярмарка планирует вновь открыть свои двери для всех желающих в пятницу 12 августа. Мобильный офис расчетно-кассового центра по просьбам жителей открыли в микрорайоне Завойко в Петропавловске. Пункт работает уже несколько недель. Горожане могут оплатить квитанции за ЖКУ, услуги фонда капремонта и многое другое. В середине июля по просьбам граждан открыт пункт в Завойко. Пункт расположен в средней школе 17, это Петра Ильичева 30, в фойе первого этажа. Кроме того, это не просто пункт приема платежей, это мобильный офис РКЦ. То есть вы можете не только оплатить услуги, но вы можете оставить заявление о открытии и закрытии лицевого счета, о предоставлении мер социальной поддержки, передать показания прибора учета. Единственная услуга, которая не представлена в мобильном пункте, это консультация. Ее можно получить, позвонив по телефону, который указан на ваших экранах. Режим работы пункта с 15 до 17 часов еженедельно каждую пятницу. Пеленки, постельное белье и косынки для медучреждений полуострова сошьют осужденные женщины на Камчатке. Исправительная колония номер 7 заключила контракты с Петропавловской городской больницей номер 2 и краевым онкологическим диспансером. Как сообщили в пресс-службе УФСИН, отбывающие наказание женщины, трудоустроенные на участке швейного производства, сошьют для больницы тысячу пеленок для новорожденных, 300 комплектов постельного белья и 100 косынок. В онкодиспансер поставят 500 простыней, 250 наволочек, полотенца, подушки и другие спальные принадлежности. Готовую продукцию планируют передать заказчикам до конца сентября. Редактор субтитров А.Семкин